Я все время пытаюсь сконцентрировать внимание людей на необходимости изучения моих знаний, на понимании и принятии их. В словах моих заложена вся философия жизни человека от рождения до воскресения, когда человек, пройдя все испытания, достигает при воскресении высот духовности, делающих возможным гармонию Бога и человека. Вот вершина совершенствования человека, вот путь наверх, когда цель жизни человека ясна, понятна и определяет движение души человека к таким высотам духовности, при которых человек действительно достигает состояния абсолютной свободы. Обычно люди, познающие или пытающиеся познать Бога, сетуют на то, что все они являются как бы заложниками в руках судьбы или моих руках. Дескать, все определено Богом, а тогда роль человека, предопределенная мной, есть по сути своей лишь выполнение обязанностей, обязательств без права на инициативу или свободу выбора. По мнению многих людей, в таких условиях жизнь человека есть только исполнение воли Бога. И смысл ее для человека, предопределенной Богом, как индивидуума или свободной личности, теряется. Люди считают, что если все предопределено Богом, тогда какой смысл во всех этих страданиях и мучениях? Если конец известен, а инициатива наказуема, тогда в чем смысл жизни на земле? Все казалось бы так, но все эти рассуждения людей есть с точностью да наоборот. Действительно, судьба каждого человека мной предопределена. Но человек при рождении наделен правом выбора и изменения своей судьбы. Человек имеет право либо совершенствование личности, либо грехопадение и подчинение мамоне. Здесь выбор за человеком, наделенным при рождении моими дарами и талантами. Человек может распорядиться ими по своему усмотрению. Я даю человеку шанс подняться вверх, но с той же силой и упорством лукавый опускает его вниз. Человек самостоятельно должен сделать этот исторический выбор между добром и злом. Человек должен и просто обязан принять для себя свое жизненное кредо. Цель жизни на этапе материализации. Понятно, что за редким исключением человек не успевает достичь высот духовного совершенства за одну материальную жизнь. И вот тогда, в зависимости от уровня, достигнутой им при жизни духовности, от подготовленности человека к познанию веры, истины и Бога, я назначаю ему задание на следующий этап прохождения испытаний и проверки на земле. Человеку просто необходимо пройти испытания, пройти грехи и падения, чтобы после смерти обрести духовное воскресение, дающее возможность достижения главной цели человека — гармонии человека и Бога. Пусть вас не пугают эти слова, указывающие на возможность достижения гармонии Бога и человека только в духе. Я совсем не пугаю. Не говорю о том, что достижение этой гармонии происходит только через материальную смерть. Совсем нет. Смерть — есть переход на более высокий уровень совершенства, когда, пройдя муки ада, пройдя свой собственный апокалипсис, человек обретает преображение, достигнув состояние воскресения из мёртвых в понимании материального человека. Нет смерти и исчезновения, которые пугают людей. Нет остановки жизни. Жизнь — вечно. Она не останавливается ни на секунду. Другое дело, что меняется форма жизни. Но потеря материального тела не есть катастрофа, а есть как раз и только счастье перехода к высотам духа. Человек не может остановиться в своём развитии. Процесс эволюции человека никто и ничто не может остановить. Этап жизни человека в материальном мире есть этап испытаний и собственного выбора человека между добром и злом, этап достижения гармонии человека и природы. Но более важно, что материальная жизнь есть этап постижения знаний моих, которые и помогают человеку сделать шаг не только в пользу добра, но и в пользу гармонии добра и зла. Это очень важно, потому что мир мой, его структура подчинены закону единства и борьбы противоположностей. Понимание этого закона, принятие его, есть путь совершенствования человека, есть его гармоничное развитие, есть становление личности и выстраивание общественных отношений ради личности. От частного к общему ради частного. Вот путь прогресса, вот путь человека в вечности. И чем ближе человек подходит к пониманию, познанию моего миропорядка, тем глубже познание человеком истины, тем более свободным становится человек, и тем больше возможностей для творчества он имеет. Поэтому неправы люди, считающие, что человек, подвластный Богу, есть человек-биологический робот, выполняющий слепо волю Бога. Человек, выполняющий волю Бога, исполняющий свое предназначение, формирует свою свободу в вечности, достигая высот абсолютной свободы и гармонии человека и Бога. Выполнение воли Бога есть предтеча свободы человека в вечности, есть предтеча свободы творчества человека, как божественной сущности в вечности, как и вечность в нем. Свобода есть вечность. Вечность есть свобода. Субтитры создавал DimaTorzok